Достоевский экзистенциализм В самом деле, если мы представили себе Раскольникова о форме того, который жаждет свободы, которая есть полная свобода. Свобода чего угодно. Очень странно представить себе Раскольнику, который мечется по городу. Там он пытается быть маляром, там штукатуром, там юристом, там или еще кем-то еще. Там он попытается покормить младенца грудью и так далее. Это совершенно не так, кажется, да? Именно Раскольников полностью сосредоточен на своей идее фикс. Кто двор дрожащий или правый имеет. В этом смысле нельзя сказать, что он двор дрожащий или правый имеет, хоть какое-то имеет отношение к свободе. Никакое отношение к свободе или какие-то возможности он не имеет. Точно так же, если мы встроим другого, вот я просто, у нас идет комментарий, такое определенное, поражение семинара «Лакан Дистриус». Это у нас идет его поражение. В самом деле, мы вспомним замечательного персонажа Старрогена из «Бесов», который тоже, его можно попытаться понять таким образом, что он есть некое бытие свободы. Что когда он думает, что он добрый, тоже становится злым, и когда думает, что он зол, он тоже становится добрым. И это тоже не так. И это можно будет взглянуть на эту точку зрения почти подробнее. Это в том, чем Достоевский, хотя я сейчас не говорю, собственно, о Достоевском, на мой взгляд, полностью отличается из экзистенциализма. Ни о какой свободе, ни о какой возможности счастливого человека, когда мы смотрим на героя Достоевского, мы не видим. Нет этого радостного пафоса, столь присущего Сатру и героям, экзистенциалистам. Я буду здесь, я буду там, я буду собраны сатаной, я буду дьяволом, я буду маляровым, я буду кормящим грудью крестьянкой. Кем угодно. В самом деле. То есть, с Достоевским, по всей видимости, обстоит дело не так. Но есть то некое фундаментальное свойство, которое нас, безусловно, образом Достоевского, приезжает с экзистенциализмом. В самом деле, вспомни Хайдеггера. У нас оказывается, что человек полностью захвачен миром. Всеми обстоятельствами. Всеми происходящим. Мир навязывает нам повестку дня. Мы всегда, всякая мысль, мысль отчета. Это мысль о фикусе, это мысль о физике, это мысль о любимой женщине. Всякий раз мир полностью захватывает нас и управляет нами. Мы им погружены. Но, говорит Хайдеггер, есть некоторые замечательные вещи, такие как благодарность миру или Богу за то, что ты существуешь. Именно в этой благодарности Богу или миру, даже если нет ни Бога, ни мира, есть некоторая возможность отличия сознания себя от мира, есть некий просвет, в котором для нас является наше отличие от мира, от всего в нем происходящего. Вот именно это как раз та точка зрения, хотя не в столь романтической, не в столь нынешней форме, как у Хайдеггера, Достоевского мыши степени присущи. Еще надо тоже какие-то, раз часто вещи, ну, не имеющие отношения уже к экзистенциализм, тоже сказать о Достоевском. Очень часто думают, что Достоевский многое взял у своего младшего друга и товарища Владимира Соловьева. И часто в это дело приписывают Владимиру Соловьеву влияние на великого инквизитора. Да, Достоевский, разумеется, его посвящал, но нельзя людей путать, это как по мысленным возможностям, почему люди принципиально разных миров. Очень трудно, очень трудно, как бы, соотнести Достоевского, если мы возьмем даже великого инквизитора, умнейшего человека и образовывающего, быть может, в истории всей цивилизации с полумным дурачком Соловьевым. Но разница между ними нет никакой, разница между ними глобальна. Просто, как и, по всей видимости, в России 19 века, как и сейчас, интеллектуальная среда была слишком разрежена. И поэтому даже люди, хоть как-то занимающиеся чем-то подобным интеллектуальным, могли знать только долго, и один мог ходить на лекции другого. Ничего будет. Ну что ж, тогда обратимся опять к Федору Михайловичу Достоевскому и постараемся его проанализировать. Вот, я постоянно вслед за ноговицами говорю о некотором существовании некоторой формы. Человек является формой мира, в каком-то смысле, в том смысле, что назначил этот мир. Этот стол, этот стол, этот фикус становится только для меня чем-то значим, если я беру их в рамках некоторого контекста. Раз и некоторого контекста. Каким образом у нас оказывается, возможно, некоторая рефлексия? Рефлексия у нас оказывается тем, что я схватываю ее в чистую форму происходящего. В этой чистоте формы происходящего есть некое наслаждение. Именно об этом наслаждении говорит герой записяк из-под поля, когда он анализирует вот это самое наслаждение. Ну, в чем здесь состоит прикол, который полностью отличает вот эту самую схватывание чистой формы, а это именно тот самый зазор, которым нам является мир, от того рефлексии, от которой говорит Хайнингер. А в том, в основном, что ситуация благодарности Бога по хагику, если его описывают в неких конституциональных терминах, есть ситуация некого чистого блаженства. Здесь это ситуация чистой боли. Чистой боли по-достойевскому, и только так возможно. В этой чистой боли возможно и то самое наслаждение. А почему так? В самом деле мы постараемся понять, что такое является форма. Ведь форма, схваченная в чистоте своей, это форма небытия, то есть форма несуществования. В этом смысле можно сказать, что именно рефлексия по-достойевскому оказывается некоторым ужасом, тоской, тем наслаждением, тем наслаждением, за которым человек будет в самом деле всегда держаться. Вот, в самом деле, посмотрим опять на Расковникова. Каков этот персонаж? Он высказывает некоторую забавную, достаточно пошловатую теорию по поводу гения и человека, который право имеет. И тварь дрожащая, разумеется. Наполеон, не задумываясь, забывает собственную армию в Египте и возвращается домой. Он об этом не думает. Он легко играет с судьбами тысячи людей. Для него совершить преступление – это ничто, это простота. Тем не менее, для человека, скажем так, думающего, для тварь дрожащей, это совершенно невозможно. Жизнь другого человека для него представляет большую особенность. Что здесь парадокс? Иногда думают, что Расковников в данный момент собирается проверить свою собственную забавную теорию. То есть он убивает для того, чтобы проверить, кто тварь дрожащий или право имеет. На самом деле не так. Именно в самом факте того, что для него этот вопрос встал, это доказывает, что он тварь дрожащая. Для Наполеона такой вопрос даже не стоит. Он просто забывает свою армию в Египте и возвращается триомфально в Париж. А люди там делают. Он точно так же посылает тысячи людей на смерть. Сотни тысяч людей. Вот для него вопроса это никогда не стоит. Он лишен подобного рода рефлексии. Только тварь дрожащая может на этот повод рефлектировать. Но что в данный момент происходит? В данный момент происходит следующее рефлективное сознание. Когда ты понимаешь, что тварь дрожащая, это и есть мышление себя как чистой формы происходящего, как чистой формы небытия. Тварь дрожащая это то, что лишено бытия самого себе. Оно не субстантно. Ни в коем случае оно не субстантно ни на копейку, ни на грошу. И мы оказываемся в этой самой своеобразной ситуации чистоты формы. И это есть некоторое действительно сознание для самого себя. Здесь это то место, которое роднит Раскольникова и Достоевского с Хайдигером. Там он говорил, что мы испытываем благодарность ко всему сущему за то, что мы существуем. Это то, что нас позволяло отличить от мира и предстать сознание в неком зазоре. Здесь мы тоже оказываемся в некой ситуации чистой формы, которая позволяет нам отличить себя от мира. Но каков разный результат? И это и есть ситуация подлинности существования. Это опять термин Хайдигера. Это термин Хайдигера подлинности существования. Но это подлинность существования, которое дарует тебе некое наслаждение. Чтобы доказать себе, что он тварь дрожащая, Раскольникова и именно совершает преступления. Для того, чтобы наслаждаться вот этим самым странным состоянием. Состоянием, что ты тварь дрожащая. Тварь дрожащая, то есть небытие, чистотой рефлексии, чистотой отличия от мира. И именно поэтому с Пафиром Петровичем выступает ту своеобразную игру. Цель игры постоянно относить на себя. Доказывать, что он не может ни в коем случае вынести собственное преступление. Поэтому, как бы, я, чтобы не уходить дальше от Раскольникова и Кавруя, либо еще, настоящий момент могу, собственно, и кладко речь и закончить. 20 минут? 15? 10 минут. Ну, чудесно. Ну, что, будем обсуждать? Ну, давай, обсуждать. Давай ты обсуждай. Просто здесь, конечно, даже без относительно Достоевского, здесь есть фундаментальная ошибка, которую, как бы, можно не заметить, да, когда речь идет и рассуждает о форме. Есть форма метафизическая. Это та самая форма познавательная, которая описывает КАМ, когда мы говорим о том, что в восприятии участвует, допустим, пространство и время в качестве форм чувств. И эта форма, на самом деле, она является необходимой. И мы в этой форме, о которой рассуждают КАМ, да, а именно там еще там дальше будет памяти, да, мы просто принуждены. И мы, на самом деле, когда опознаем мир, мы совершаем это необходимым образом. Тут нет никакого произвола. Это одна форма. А другая форма, это форма эстетическая, да. Вот как раз эстетической формы, мы наблюдаем многообразие форм. И когда ты говорил о том, что существуют там различные виды формы, да, там, допустим, домохозяйка какая-нибудь, там, Наполеона или еще кто-нибудь, то эти все формы, они не являются формами метафизическими, они являются эстетическими формами. И они различаются содержательно. Да, это правильно замечательно. Это правильно замечательно. Но если это так, то никакую философию Хайгегера невозможно привносить в эстетику, о которой ты рассуждаешь. То, что у Хайгегера, если вообще считать, что ты его интерпретируешь близко к тому, что говорит сам Хайгегер, у Хайгегера идет рассуждение о форме метафизической, а ни в коем случае не эстетической. Именно у Хайгегера, да, есть какая-то необходимость, да. То есть, существует такая же необходимость с метафизической формой Канта. А когда мы переходим в разговор и рассуждаем о тех формах, в которых существуют персонажи Достоевского, да, допустим, Раскольников, или Ставроген, то это форма эстетическая. И именно в силу того, что с точки зрения эстетической формы существует многообразие форм, и возникает вот это вот колебание и выбор, вот эта вот свобода. А у тебя получалось, когда ты начал рассуждать о форме, что свободы никакой нет. Да. Что правильно. Но это, свободы никакой нет, только с позиции метафизической формы. Что как ты стал здесь студентом юридического факультета? Тебе уж не судьба пойти и хосествовать детей грудью накормить. Вопрос в чем состоит? Вопрос состоит в том, что ты переносишь свойства, характеристики метафизической формы, которые действительно мы принуждены, да. И мы в этой метафизической форме действительно назначиваем мир необходимым образом и не можем ничего сделать. Здесь нет никакого произвола. Мы однажды как бы эту форму сваливаемся, если вообще занимаемся этими вещами познавательными, да, и остаемся. А когда мы говорим об эстетической форме, то их много всегда. И всегда стоит между ними выбор. И различие их есть, и различие содержателям. И даже, и твое сейчас вот высказывание о том, что если мы стали студентом университета, то и остаемся на протяжении всей жизни студентом университета, это самое. А у нас же даже жизни противоречит. Даже не только там философии, да, в конце концов. А даже жизни. Потому что это не так. Потому что каждый человек, он, с одной стороны, допустим, является студентом, с другой стороны, он может быть отцом семейства, с третьей стороны, он может быть спортсменом, с четвертой стороны, он является еще кем-то. И каждый раз это различная форма. И он в своей жизни, он просто привлекает к тому, что у него есть некая непрерывность формы. А на самом деле каждый раз он как бы одевает новую форму. Он приходит в больницу, он как бы больно, там, или, наоборот, врач. Он приходит, это, он в любом месте как бы вынужден одевать форму. Он с женщинами один, с мужчинами другой. И мы на самом деле всегда живем в неком многообразии форм. И вообще говоря, человек, внутри него институт метафизические, а она формы для всех одинаковые, да? А все остальные формы, которые мы надеваем на себя, они как бы в каком-то смысле произвольны. А, понимаете, она не в том, что человек держится за форму. Да сколько угодно, он может за форму удержаться. Проблема состоит, что он держится за небытие. Теперь вопрос по поводу небытия, да. Просто. Если мы говорим о том, что форм много, то сразу же содержательность, да? Их различия не различия формальные. А с точки зрения формальные, это все это формы. А различия, различия содержатель hamburg. То есть, допустим, студент и там допустим домохозяйка. Две различные формы. А скольные лепозумники? Нормальные студенты? Пускай раскольники как разумники. Если существует две формы, существует между ними. То поскольку у нас ансоядок человек изначально есть метафизическая форма, поскольку вот это ядро человека составляет метафизическую форму, да, то что у liz, называется субъект, да? поскольку субъект глубже находится, то у него всегда есть выбор и всегда есть колебания между этими формами. Куда направить самого себя? У него есть возможность выбора. Отсюда возникает пресловутая экзистенциальная свобода, которую ты сразу же с первых шагов отбросил. И весь экзистенциализм вырастает именно отсюда. Поскольку есть выбор, есть свобода, поскольку я могу быть либо домохозяйкой, либо студентом... Да, либо студентом, либо кормить грудью, да? Поскольку, допустим, если есть женщина, это так, либо студентка, либо конец. Мужчина тоже никак. Ну, неважно. Давай сейчас не превращайтесь, мы обсуждаем этот вопрос или не обсуждаем. Поскольку, на самом деле, есть люди, Достоевский является экзистенциалистом. И позиции и Раскольникова, и позиции Ставрогена — это позиции колебаний между различными формами. Допустим, если взять Ставрогена — это особенно яркий вид. Потому что Ставроген, если проследить весь роман, он ведь, на самом деле, преодолевает несколько различных форм. И эти формы, как бы, воплощены в романе в виде каких-то его друзей, которые остались на тех позициях, на которых был сам Раскольник. У него там он был другом Шатова и грезил какой-то российской идеей. Шатов остался на этой позиции. Он ушел в конец. Это Килий Эдвард. Да, Шатова. А потом он был с Кирилловым, да, дружим. А Кириллов, как бы, ну, там, идея самоубийства, да, что это единственный свободный акт, так сказать, на этой земле, да, это акт человека-бога. То есть это вторая форма. Третья форма — это Верховенский, да, вот Верховенский, который, идея революции, там, идея потрясений, там, и так далее, да. То есть в каком-то смысле как раз Ставроген идет мимо этих форм, он их проходит. Он, вы видите, в какое-то время этой формой одержим, да, так сильно одержим, что вовлекает в свое понимание мира, как бы, других людей, которые в этой форме просто попадают и остаются, да, уже не могут где-то ее никак отрефлектировать. Допустим, Кириллов там вот, он не может еще сделать, вот, ему деваться некуда, он должен себя застрелить. А он преодолевает это все. Как раз вот Ставроген, он есть типичный персонаж, который проходит череду различных форм, как бы, и тем не менее остается самим собой. И вот то, что он остается самим собой, это является некая метафизическая форма, которую он удерживает и проходит сквозь линию этих форм. Теперь по поводу небытия. Конечно же, всякий раз, конечно же, всякий раз, когда, допустим, если взять Ставроген, а когда он преодолевает какую-то форму, у него возникает форма небытия. Потому что небытия конкретно этой формы. Не небытия вообще, да, или не какой-то... А, нахожу, ты скажи. А небытия конкретной формы. Когда он преодолевает позицию Шатова, да, то есть, точнее, его позицию, которую представляет Шатова, да, Абрам? А именно позицию, там, какой-то там, русской идеи, там какой-то, да, это «Русский народ, народ богоносец», по-моему, как-то так, да, там. Когда он эту идею преодолевает, у него вот тут возникает небытие, но небытие конкретной формы. Но в чем состоит его бытие? Его бытие состоит в том, что он может быть носителем любой формы. То есть он преодолевает бытие в смысле конкретности какой-то формы, и остается бытие в смысле вот этой метафизической формы. Как вот этот метафизический субъект, можно было бы сказать, как трансцендентальный субъект, если Канта сюда привлекает. Он как единичный субъект перестает быть, но как трансцендентальный субъект он сохраняет связь всех этих единичных субъектов. он остается самим собой. Мне кажется, поэтому, когда... Я просто понимаю, как метафизм ты говоришь. Здесь основная кардинальная ошибка, если можно говорить об ошибке, потому что здесь я понимаю и знаю эту цельную эстетическую концепцию. Мне кажется, кардинальная ошибка состоит в том, что как раз не различает физическую форму и форму эстетическую. Потому что на стороне метафизической формы стоит действительно необходимость, и мы этим миром захвачены и принуждены, все правильно, и никакого произвола здесь нет. И с другой стороны, есть эстетическая форма, в которой присутствует произвол, присутствуют выборы, все вещи, связанные со свободой. Я чего хочу сказать-то? Очень неправильно понимать, что тварь дрожащая и те, кто право имеет, это как две разные формы. То есть у нас право имеет эта форма, а тварь дрожащая нифига, не форма. Это не форма отсутствия, форма небытия. Это не такая равноправная форма, когда мы хозяйка кто-либо еще. В этом смысле Раскольников, в отличие от Разумихина, который голодает, дает уроки, снова голодает, снова дает уроки, учится в университете, потом вырастет и станет юристом. И денег за дает уроки. В этом смысле он от него принципиально отличается, потому что Разумихин как раз и существует некая форма студента. Потом он станет юристом, да, это и формы голодного студента, юриста, это разные формы, быть может быть. Но это точка зрения. Раскольников держится не за форму, очень важно понимать. Раскольников держится за небытие. Точно так же другой замечательный персонаж Достоевского, например, герой записи из-под поля, говорит, если бы я бы из-за лени чего-нибудь не делал. И вот так называемая лень, то его с него не действие, не деятельность. Она не является формой. Это не лень в этом смысле. Он не делает по той простой причине, что во всем случае он не видит способа определенности бытия. В самом деле, для того, чтобы что-то делать, нам надо верить в то, что она имеет форму бытия, то есть есть нечто существенное. Физика, что-либо еще. А если это не так, как это происходит у Раскольникова, он запирается на втором этаже материнского дома у Раскольникова, Старогина, и сидит, и ничего как бы не делает. И это не лень. Это просто невозможность принять за что-либо еще статус сущего. За ту теорию, которую он предлагает то Кириллову, то предатуру статус сущего, то Шатову. Он этого не происходит. Ему говорят, «Ты не проведешь меня за нос». Быть может, можно на него взглянуть, что у него есть бытие свободы, он возьмет этого несчастного мальчика, за нос ты и проведет. Или нет? Это про Дмитрия уже говорили, да? Нет, почему? За нос это Борис Таброгин, но он уже стрелялся потом. А, да. Да, он его как бы проведет. Но здесь оно как раз состоит в том, что для него все, что происходит, не имеет статус бытия. Это его проблема. Именно поэтому он заканчивает же самоубийство. Именно поэтому в своей комнатке сидит герой записок из-под поля. То есть для него, есть же понятие у герой записок из-под поля непосредственно деятель. Непосредственно деятель, который верит в бытие сущего. То есть то, что с ним происходит, то, что происходит на самом деле. А тот, человек усиленно осознающий это герой записок из-под поля, Он в действительность всего происходящего не верит, у него так не происходит. И очень часто он, быть может, впадает даже в прямое отчаяние. То самое отчаяние, про которое расходники говорят, что я не понимаю, зачем и почему я решился на этот странный позор, на этот странный поступок. Если я посмотрю на все герои Гостоевского, схема примерно одна и та же. Есть некоторая деятельность. В этой деятельности человек обнаруживает некое высшее наслаждение, наслаждение невозможностью. Ну, скажем, там, кротко, допустим, человек выгоняет с подзором из полка, а это тогда было очень значимым. Чем он занимается? То есть там есть вот эта ситуация небытия. И он за это небытие наслаждение начинает держаться. Он начинает реально заниматься деятельностью, изначально позорящей каждого офицера, то есть занятием расторщичеством. Он за это держится. Анастасия Вилипповна Барашкова, ну, как говорили, такие самые простые примерно, давно уже семья осослана. И она точно так же, так получилось, что в 14 лет она потеряла родители и стала содержать Готовского. Любой нормальный человек, экзистенциалист, начал поискать другие формы. То ли бы в плачки пошла, то ли бы вышла за это, вот Готовский начал на световские рауты прийти. Но она держится за то, что она сама, за это самое наслаждение, за наслаждение от небытия, ничтожества. И это то, что в ее жизни является самым важным и самым ценным. Именно поэтому она бежит то от князя, от князя, как этого парня-то зовут? Егоржин. А, Срогожин, Срогожин, первый папашин офицер и так далее. То есть небытие, как ни странно, в этом смысле единство как раз с тем, что говорит с Хадигом. То есть некий просвет отличия нас от сущего, это за то, что человек держится всегда и везде. И таким образом, как я раньше писал, можно подумать, что вся цивилизация современная. Она создана дураками и идиотами. То есть людьми, которые думают, что все, что происходит в мире, есть единственное ценное. И то, что они в самом деле не отличают мир от бедения мира. Они думают, мир это то, что оно есть. А люди с сознанием непосредственным просто сидят в уголке и ничего не делают. У меня большое количество знакомых, которые сидят, маются, скажем, перед телевизором, перед компьютером, чем-либо еще. Что они делают? Они занимаются только то, что они откладывают постоянно на завтра, свою попытку кем-то стать. Ну как это и есть экзистенциализм, а в своей сути-то. Потому что человек есть возможность, есть проект. А когда ты осуществляешь какую-то конкретную возможность, ты перестаешь быть возможностью вообще и становишься конкретной возможностью. Нету, нету. Это самое, что ни на есть, экзистенциализм. Это непонятно, чего ты из-за этого. Если экзистенциализм возникает, что ты одно, то то другое. Почему? У тебя есть возможности, основной тезис. А здесь ты именно держишься, не за свое... Человек есть возможность, есть проект, обращенный будущее. Ты держишься, да, ты держишься не за свое будущее. У тебя на самом деле нету в этом родного папоса. Ты держишься именно за небытие, за отсутствие. Причем здесь гордые папосы? Вопрос вообще идет в том, что человек понимается как возможность. Возможность любого содержания. То есть как форму, если говорить об этом в твоей серии. То есть форму любого содержания. То есть когда человек удерживает только форму, это не значит, что это небытие. Потому что вообще говоря, как мы знаем, если с Фольмениным бытье, то небытие-то нет. Правильно? Это просто есть форма, другая форма бытия. Да, а я хочу сказать прямо обратно, я хочу сказать, что то, что он пытается удержать, является чистой формой, и формой небытия. Чистая форма – это форма небытия. Давай конкретный пример возьмем с Раскольника. Вот ты когда обсуждал по поводу Наполеона или Тварь Дорожащего, мне очень понравилось, как ты сделал это несимметрично. Потому что надо бы разговаривать симметрично. Точно так же, как и Наполеон непосредственно деятель, точно так же и Тварь Дорожащий непосредственно деятель. Да. И только другой какой-то человек особый застревает в этом выборе. Тот, кто застревает в этом выборе, кто не может определить, является ли он Тварью Дорожащей, является ли он Наполеоном. Это вообще особая форма возможности. Понимаешь, любой непосредственный деятель, он всегда либо один, либо другой. А тот, кто застревает в выборе, он находится в какой-то внешней позиции. Понимаешь, он находится в той самой позиции, чистой формы, да? Как чистой возможности. И он не может выбрать каждую из этих форм, потому что он понимает, что его суть – это просто быть возможностью. Удерживать эту возможность и наслаждаться тем, что, как бы, как вот, можно было бы, если бы привести богословский термин, да, как бы быть Богом, да? Потому что, как бы, быть возможностью начала любого конкретного бытия, да? Любого конкретного содержания. Да, так я этот вопрос, но после говорила, что… Наслаждение только здесь в авторстве, вот если, опять же, подожди, я про Барашку скажу, про Барашку скажу. Опять же, это та же самая тема. Почему она не может пойти с князем? Почему она, это бежит к Рогожу, ну и вообще, как бы, мечтится? Не потому, что она ищет выбор, не потому, что она ищет какое-то содержание, а потому, что всякий раз она доказывает, что это содержание для нее ничтожено, что на самом деле она есть чистая форма, чистая возможность любого содержания. Потому что она, автор своей жизни, она дает самой себе свое определение. Так что же на этом-то деле-то она так зациклась? Да было бы так, она… Она не зациклась? Она пачки пошла. Еще раз объясняю. Пачки пошла, сиди себе, белье стирай, обожай, что ты это, что ты чистый возможный. Еще раз говорю, а потому, что она находится… Голем испанского. А это потому, что и есть социализм. Он состоит в том, что, как бы, человек попадает в ситуацию выбора, и выбор кто-нибудь не может. Потому что всякий выбор, это всегда будет принуждение. Потому что всякий выбор как осуществляется? Допустим, как я выбираю между ее возможностью? Мне нужен некий внешний доказательство. Раскольников, подожди. Раскольников идет на убийство. Он думает, что внешние доказательства, то есть если он убьет, сам факт этого убийства докажет, что он является Наполеоном. Что вот он тот самый человек, которому все позволено. Но на самом деле он после убийства понимает, что доказательство вот это вот, да, которое в сфере сущих возникает, оно не является доказательством. Он все равно остается вот этой возможностью. Возможностью, как бы, которая постоянно этот выбор остается. Никакие доказательства в реальном мире ничего не могут сделать. Если человек попал в ситуацию постоянной рефлексии, если он постоянно усиленно сознающий, он не может из этого никак выпустить. Опять же, человек записан из фартфолио, он утверждается на протяжении всего повествования, что усиленный человек остается усиленным, он не может выбрать никакую частость, не может выбрать никакую возможность. Он остается вот этой чистой возможностью. Только почему-то ты эту чистую возможность понимаешь как не бытие. Да, я именно говорю ни о какой невозможности, я говорю чисто о не бытие. Поэтому позиция ясная с этой ситуации, что Воскольников не выбирает между двумя возможностями, кем ему быть. Лоб, ты еще так, ты мою позицию неправильно интерпретируешь. Что значит он не выбирает? Не выбирает. Вопрос идет о том, что он уже есть в бытие возможностей. И это бытие возможностей он пытается воплотить. Может ли бытие возможностей воплотить? Сможет ли он, если говорить на богословских тенах, Бог создать мир? Так нет, а ты мне разница. Зачем? А разница, он разумительна. Чего? Он тоже выбирает, тоже находится у тебя в возможностях. Либо выйти в академическую... Еще раз говорю, подожди, давай я проговорю потом. Для блата небытия нет. Да. Для тебя небытие есть. Да. Для меня небытие есть. Это принципиально, что в вашем блатном коре. Для меня бытия нет, а для меня есть. Да нет, дело не в этом. Просто это разные теремны, которые относятся к тебе. Я говорю, что есть чистая форма, то есть это бытие возможностей. А он говорит, что эта же самая чистая форма называется небытием. Это не важно, это просто терминологически. Нет. Ну это так. Если я с вами соглашусь, то не так. Да это так. Ну хорошо. Терминологически просто как бы нравится ему слово небытие. В конце концов речь идет об эстетике. И может какое угодно слово придумать. Вопрос как бы состоит в том, что человек, если теперь брать экзистенциализм, он является чистой возможностью любого бытия, любого содержания. Он может как бы стать одним, другим, третьим. Но речь идет, и где-то переводит разговор о том, что вот надо эти формы выбирать. То есть человеку больше ничего не остается, как только перебирать формы. А я говорю не об этом. Я говорю, что перед тем, как перебирать форму, вот есть эта чистая ситуация чистого формы. Вот это ты ее интерпретируешь в теле, как наслаждение. Да, вот есть наслаждение как бы творца перед тем, как он создает мир. Потому что выбрать какую-то уже конкретность, это уже просто создать мир. Это выбросить свою возможность, то есть свое божество как бы, да, и воплотить ее в какую-то конкретность, в какую-то убогость. Допустим, стать Разумихином. Только обязательно в убогости. Только обязательно. Всегда. Всегда в убогости. Вот правильно. Но вопрос тут ни о каком-нибудь Итто нет. Вопрос просто идет о том, что вот есть первоначальная ситуация, когда человек находится в состоянии божества, да, когда он чистая форма в любой возможности. То есть всегда свободно понимать. Всегда в убогости. Только в убогости. Нет, так это и есть свобода. Почему всегда в убогости? Потому что разница между божеством и конкретным воплощением, да, какого-то, в какого-то индивида, она просто всегда не в пользу этого индивида. То есть никогда не в Наполеонах? Нет, дело не в этом. Даже если ты Наполеоном станешь, все равно ты свою божественную свободу, свою абсолютную возможность, ты воплощаешься в нечто конкретное. Даже когда ты Наполеоном воплощаешься, все равно это убогость. Ты вот этого не понимаешь. Тут есть симметрия полная. Кем бы ты ни стал, Наполеоном, тварью дрожащей, или там еще 10 выборов. Не важно. Важно то, что ты свою форму чистую, свою возможность, свою свободу, вбрасываешь в нечто конкретное. Становишься, допустим, одним из студентов становишься, или становишься тварью дрожащей, или Наполеоном становишься. Это не важно. То есть это досконико вбливает для того, чтобы пытать свободу? Нет. Ты понимаешь, что ты как-то пытаешься рассуждать в какие-то темы, как я тогда, дворовой. Я тебе просто объясняю. Основная коллизия всех произведений Достоевского стоит в том, что есть изначальная божественная природа человека, если так можно выразиться, а именно абсолютная свобода, чистая форма, как возможность всякого содержания. Это одна ситуация. А вторая ситуация, когда пытаются вот эту чистую форму бросить в мир, кем-то стать. Тварью дрожащей, Наполеоном, не важно, содержанкой. Я никогда. Ну вот видишь, вот мне-то и поражает это. Ты, казалось бы, если бы по группу последовательно, ты понимал бы, что когда мы идем разговор о форме, то никакого содержания нет. И быть Наполеоном, и быть тварью дрожащей, это равносильно для формы. Равносильно для формы унижения. Почему? Потому что форма-то изначально, она полна любой возможности. Она сама по себе есть потенциальность как таковая. Она может воплотиться в любое содержание. И воплощение в любое содержание, это уже есть унижение. Это и есть, конечно, моменты истины. Это и есть экзистенциализм. Я тебе вот что говорю. Ты просто непонятно, что ты так критикуешь. В этом состоит экзистенциализм, что человек есть возможность любого содержания. Не в том смысле, что именно в... Я хочу сказать, что для экзистенциализма экзистенциализма очень важен выбор между различными формами происходящего. Выбор это потом. Я тебе объясняю. Есть на самом деле первичные ситуации, как она... Да, для экзистенциализма, как для любой философии, для него действительно форма от оформленного отличается. Я об этом говорю. Это не форма, где дело не в этом. Форма для себя от форма в себе. Для них отличается. Причути форма для себя. Я могу в любых в этом терминах объяснять. Зачем приводить сюда термины, чтобы запутать все дело? Ну, условно говоря, если мы не говорим о человеке. Допустим, вот есть какой-то проект. Просто не человек, а просто какой-то проект. Нет, неправильно. Вот есть какие-то деньги. Нет. Подожди, подожди. Я тебе просто объясню сейчас с простых термина, чтобы было понятно вообще всем. Если вообще кто-то захочет это слушать. Вот есть деньги. Это чистая возможность что-нибудь сделать. И можно построить дом, купить машину, там просто растранжирить их в кабаке. Много что можно сделать. Но пока деньги остаются как деньги, они не являются ни домом, ни квартирой, ничем. Она есть чистая возможность. Вот если раз... Я говорю только об этой аналогии. Человек точно так же. Он есть чистая возможность, как будто бы вот как некий капитал. Как какие-то деньги. Скупориться? Нет, не скупориться. Подожди. Я просто аналогию провожу. И человек может пустить себя, да, к свою свободу. Вот у него этот просто капитал, это его свобода. Это не скупориться, а просто его свобода, это и есть тот капитал, да. Те деньги, которые он может потратить на то, чтобы из себя что-то сделать. Ты можешь стать студентом, прачкой, не знаю, кем угодно можешь стать. Наполеоном можешь стать. Товарь дорожащий. Потому что он может как бы это сделать. И в экзистенциализме действительно есть пафос на самом деле, что человек так и делает. Что каждый раз выбирает, и кем-то становится, и так далее, и так далее. Как раз чем отличается Достоевский? Хотя он экзистенциалист, но проблема у него состоит в том, что вот этот переход от вот этой чистоты свободы к его воплощению у него проблематичен. И все персонажи у него, они запутываются, они понимают на самом деле, что есть такая божественность, да, вот свободный. И есть вот эта убогость в воплощении. И они постоянно, как бы вот вся коллизия состоит в этом, да, что выбирать это, что выбирать, это означает отказываться от своей божественности, отказываться от своей периодичной свободы. Точно так же Раскольник, он мечется не потому, что он там пытается понять, что он Наполеон или тварь дожащая. А потому что он не то, не другое, не третье. Потому что он пытается себя ухватить как чистую форму. И пытается даже себе доказать, допустим, что-то, да, какими-то действиями. И все равно понимает, на самом деле, у него же есть действия, когда он пытается доказать, что он тварь дожащая. И доказывает, что он не тварь дожащая. Просто каждый раз нету вот этого перехода. У из-за социалистов он есть. Да, у них вот это правильно, у них есть этот пафос, что человек, это его бытие предшествует сущности, и вот он свое бытие, свою свободу в какую-то сущность воплощает. А у нас наставистов говорит, да, если поставить проблему, да нет, это проблематично, это воплотить во что-то. И поэтому его герой, это вот герой записи, из-за футболия, он постоянно находится в этой рефлексии и ничего не делает. Понимаешь, он просто находится, как бы, или как бы понемножку что-то пытается сделать, и тут же отдергивает руку. Да, он что-то делает, и отдергивает, делает, и отдергивает. Вот это бесконечное метание. Потому что он хочет сохранить вот эту свою изначальную свободу, свое изначальное бытие возможностей. То есть чистую форму. Вот о чем речь идет. И вот надо с такой позиции тебе, как бы, какую позицию критиковать, потому что это и есть та позиция истинная, а не какой-то там экзистенциализм непонятный. Понимаешь, вульгарно понятный, или критиковать вульгарно понятную свободу. Свободу надо понимать вот именно в этом смысле, в этом первичном. Ну, я все-таки хочу, опять-таки постоянно настаиваю на том, что никакой свободы, то есть никакой свободы как бы у героев Достоевского речь как таковой не идет. Но это странно, потому что даже если просто взять мир наш, а ведь герой Достоевского, это же обычные люди, которые ходят рядом с нами. Они как-то же, не каждый из них оказывается прикол странного факту своей географии. Ну, давай, Игорь, просто поймем, что на самом деле свобода либо есть, либо нет. Так ты считаешь, что просто свободы нет? Да, нет, я считаю, что свобода есть. Но свобода не может разным выбором между разными формами. А свобода между бытием и небытием. Хорошо. А выбор между бытием и небытием. Еще раз говорю, свобода между... Это же можно же... То есть бытие это форма смерти, да? А не бытие... Ты не говоришь ничего, чтобы я не сказал. Просто ты говоришь о том, что есть выбор между тем, чтобы остаться чистой возможностью и воплотиться в какую-то форму. Выбор между остаться чистой возможностью и воплотиться в форму. Я не вижу этой ситуации, вот этого пафоса, чистой возможности. Ещё раз говорю, если пафоса нет, это не значит, что это не экзистоциализм. Проблема должна стать немного ближе, чем на пусинсатор. В пусинсатор вопрос идёт, идём рюкзачку. Ни в коем случае же нельзя сказать о герое, записываясь под полю, что он остановился в ситуации чистой возможности. Ну какое там чистая возможности? Мы с собой прекрасно понимаем, что чистая форма существует путём негации всяких конкретных форм. Не обязательно. Послушай, каким образом существует чистая форма? Не существует такой... Во-первых, ситуация, когда чистая форма в своей полноте существует, это наслаждение, как ты говоришь. Или ты категор здесь цитировал, хотя они себя оставили в содержании, но в смысле благодатность, некое переживание. Чистые переживания, это и есть ситуация чистой формы. Но если брать вопрос с другой стороны, то можно сказать, что чистая форма также проявляется в негации любой конкретной формы. То есть я не это, я не это, я не это. Вот это отрицание постоянно. Каждый раз отрицание конкретной формы есть утверждение вот этой чистоты формы. Минуточку. Утверждение чистоты формы, когда мы тварь дрожащая, не является отрицанием формы домохозяйки. Это очень важно тоже понимать. Не является отрицанием формы домохозяйки. Не отрицание формы домохозяйки. Отрицание от маляра или кого-то ещё не является. Ты проберёшь вопрос опять со стороны какого-то, я не знаю, как это даже определить. Понимаешь, не надо философский разговор сваливать в какой-то дворовой разговор. Причём здесь формы домохозяйки? Давай посмотрим. Потому что ты говоришь. Ещё раз говорю. Для каждого персонажа и ты в своей жизни не обозреваешь многообразие формы. У тебя есть какие-то конкретные формы, с которыми ты связан. И конкретные выборы. Форма домохозяйки. Хорошо. Ты обозреваешь. Это точно так же у каждого персонажа Достоевского есть конкретные выборы. И невозможно писать так произведения. Всё-таки и литературные произведения, а не просто. Ну, правильно, что для Анастасии такие формы есть. Да. Форма только той формы небытья, в которой она оказывается, не является... Давай вот если брать... Вот так. Когда она пытается с князем пойти, да, она может стать... Ну ладно, давайте заканчиваем тогда. Ещё кто-нибудь может сказать? Никуда не хочет так сказать. Не, ну просто договорите последний момент. Когда Анастасия Филипповна не хочет... У неё есть выбор стать княгиней, да, и тогда она не домохозяйкой. И стать, допустим, пражкой. Да, да. А можно ещё стать, пойти с Рогожиным, стать непонятно кем там. Да. То есть, на самом деле, как можно понять из содержания романа, то пойти с Рогожиным, это просто на самом деле выбор с ним. Да. Да. Просто вот, пожалуйста, тебе. Что на самом деле это... Но она проходит по этому кругу несколько раз. Она то... Из романа понятно, что она переходит от князя к Рогожину и обратно несколько раз. И это бесконечный круг. И почему? Потому что в этом круге отрицание... Каждый раз, когда она переходит от князя к Рогожину, она отрицает предыдущее, да. То есть, она когда уходит от Рогожину, она отрицает, что она княгиня. А когда уходит от Рогожина, она отрицает, что она хочет умереть, да. Но тем не менее, каждый раз в этом... Она живет в этом отрицании. Вот когда она проходит этот круг отрицания, она все равно как сама, как какая-то самость, она сохраняется. И вот это вот сохранение этой самости, это и есть чистые возможности. И в этом у нее есть как бы своеобразное наслаждение, да. Что она поставлена этим переходом, этой регацией доказывает на самом деле свое бытие. А именно как бытие чистой формы. Потому что ее не ухватить, ее нельзя... Что значит чистая форма? Вот все всегда оно как бы воплощено в чем-то, да. Чистая форма, ее не уплотить руками, ее не предъявить вот так вот, не показать, да. Ее надо можно только пережить. Только можно пережить свою возможность. Своё бытие возможность. Или как ты говоришь, бытие... Это форма небытия. На самом деле это просто термин, да. А суть, она-то именно такова. Все? Ну, я хотел бы свое представление насчет экзистенции выразить. Вот я, кажется, вас слушаю. Вот мое, мое представление о том, что такое экзистенция, она... Такое направление имеется. Что экзистенция, она заключается в том, что оно допускает наличие вокруг тебя таких же, как бы вот, существ. Ну, как бы, существ, которые тоже являются существующими. Ну, как бы, экзистенция, да, это от слова экзист, существование. Вот. И, соответственно, их существование, оно может... Оно как-то влияет на твое, в общем-то, существование. Ну, в том смысле, что эти люди в силу своей свободы, своей, как говорится, вот этого именно сущности, они, в общем-то, тебя могут воспринимать как хотят. Ну, как угодно, придать тебе могут любую форму, потому что они творцы. Ну, они, как бы, существуют. Это их их. Вот. И тут, как раз, вот, когда, когда, так сказать, вот, основное, как говорится, вот, это напряжение возникает вот именно вот от этого, что мы, когда надо, как будто, когда вы говорите в вашем понимании, ну, не знаю, ну, как я понял, что вас как-то рассматриваете с точки зрения, как бы, именно, вот, человек вот, ну, единичного человека. Вот, а я, скорее, как говорится, что вся трагедия в том, что именно, ну, как бы, напряженность в том, что вокруг нас столько же существующих единиц, столько же, таких же личностей, как ты, вот, и они, в общем-то, формируют, как бы, у них есть свое, как бы, видение тебя, твоего мира. То есть, от этого другие. Ну, вот, ну... Не, ну, есть иноциальное замещение-то правильно, просто есть... Ну, вот, не, ну, вот, как бы... Просто Игорь просто так поставил проблему, да, что такое обсуждение невозможно. Невозможно, как бы, внешнюю позицию, да, и рассматривать, как будто, вот, разное... Каждый человек, это какая-то форма, и невозможно рассматривать, что они, как соотносятся формы различных людей. Игорь так позицию свою заявил, что, вот, просто в его разговоре такой разговор невозможен. Но... Почему невозможен? Мне кажется... Нет, Игорь так заявил. Вполне так... Игорь, как докладчик, он поставил некие рамки. Мы не можем, как бы, вот, занять внешнюю позицию и рассматривать, как формы соотносятся с друг другом, в смысле, как две частые формы с друг другом соотносятся. Но, если мы берем произведение достоинства, то действительно так вот, потому что там, вот, допустим, персонаж... Ну, напряженность вот эта... Да, персонаж, допустим, Барашкова, она ведь как? Она против чего борется? Ее же определяют люди, да? Одни считают, что она там содержанка, другие считают, что она чистая. Да. То есть, и она борется против определенностей, которые дают другие имена. И можно это так понимать. И это вполне правильная интерпретация, но просто она укладывается полностью все равно в то, что мы говорим. Можно разговор разворачивать изнутри, изнутри можно разворачивать разговор, да? И говорить о том, как это видится изнутри определенного рода чистой формы. А можно этот разговор разворачивать как бы извне, да? Со стороны смотреть, как это происходит со стороны. Ну, я просто вот считаю, что именно существование, как-то, множество таких же, как говорится, в общем-то, созидательных личностей вокруг, это и есть основное движение. Это и есть ата, да? Нет, просто вопрос всегда состоит в том, что философия очень боится вот этого. И, как называется, проблема интерсубъективности. Она боится разговаривать о том, что существует много людей. Потому что это трудно доказывать. То, что существует и я, как бы, это, как бы, некий опыт, да? Ну, как себя можно отделять-то всего? Ну, потому что, ну, что этого философия? Философия пытается, как бы, все доказывать, да, все подвергать сомнению и, как бы, строить единое основание, так, снизу и вверх. А вы предлагаете просто с середины начать и рассмотрение, и все. Как бы, все вот эти построения теоретически отбросили. А вот такой момент. Вот Настасья Филипповна, наверное, не зря вот был захвачен момент, когда она вот подростком, да, стала содержанкой. Вот. И, похоже, какой-то период это ее состояние длилось. Но она была не свободна, его, как бы, ну, видимо, зависима была там. Была не способна, скажем, ну, не приспособлена к миру и была вынуждена, очевидно. Ну, пока она ребенок был, да, она не могла выбираться. Да. И вот она эту границу, естественно, она там, ну, понимала быть с содержанкой нехорошо, но она не могла вырваться из этой клетки. Именно поэтому ее и считают, честно. Вот, честно, да. И вот тут вот она в эту границу билась, ну, так образно выражаясь, душа ее рвалась, но она не могла вырваться. И вот, раняясь об эту границу, она вот эту экзистенцию чувствовала, в общем-то. Как бы, вот ее жизнь, она страдает, и вот князь говорит, ты страдала, там все такое. И прошло какое-то время, ситуация изменилась, она стала свободным человеком. Теперь эта клетка, в принципе, открыта, то есть она свободна. И вот тут вот состояние потери этой экзистенции, она за нее хватается постоянно. Жизнь самой – это нерв почувствовать. Или содержанкой остаться – тоже экзистенции нет. То есть такое представление, что она боится вот какой-то конкретности, а она теряет себя, то есть она упаковывает себя в какую-то форму. Я княгиня, или я это, я это, а где вот экзистенция? Вот она и себя, и окружающих, и всех терзает, она вот эту, натягивает нерв, нить вот эту, где бы она могла вот почувствовать жизнь. А иначе, в общем-то… Ну, то есть она, вы считаете, что она стремится ко статье ощущения? Ну, ну, вот как бы, да, потребность существования, да. Да, а так, ну, содержанка все, содержанка… Если… А одно дело… Одно дело быть содержанкой по неволе, другое дело быть содержанкой по… Сгрудный, 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 сгрудный. По выбору, нет, ну, допустим, я содержанка, да, ну, я рвусь, я там мечтаю, молю Бога, вот вырваться, это вот, я существую страданием. А другое дело сказать, я содержанка, я вот буду содержанкой, и… а где, где это? Да, я не молюсь вырваться, я доказываю, что я сама… Я сама себя похоронила, вот эти 14 лет отловила Толского, затащила себя в постель, и вот эту всю эту невозможную ситуацию… Что она, что она сама, что не мир царствует над ней, что она сама, сама схватила его и дотащила, ну, что неправда. Ну, вот исходный… Ну, всеми силами доказывает, что она сама, что не мир ее управляет, а она… Да, да, вот, в смысле бактерий. Исходный ее выбор, когда она рвалась из клетки, вот этот вектор вырваться, все… Этот выбор ей давал экзистенцию. Теперь, когда дверь открыта, и куда бы она вектор не повернула, все она себя хоронит. Или княгиня, содержанка, там еще кто-то… А где вот… Страта жизни. А насчет интерсубъективизма говорите? Интерсубъективность. Ну, между субъектами. А в чем, как говорится, можете… Еще проблема состоит? Да. А почему вы думаете, что перед вами сидит некое тело двумя руками – это такой же, как вы? Да. А может, это манекет? А не камень. Ну, и нет, да. Вот… А как вы можете доказать, даже если вы скажете, что он такой же, как я, а как это доказывается? Да. А вы подойдете ближе, а это манекет. Что нет методового нету другого я. Тебе надо его… Нет, надо как раз… Другое я форму не предъявить. Я же говорил, что форму не предъявить, ее не вынуть и не предъявить. Камень можно предъявить? Нет, но это и есть… Это и есть проблема. Как другой я для нас есть? Так из-за того, что я существую, оно и есть. Это ваше я. Это ваше я. А другое я… Хорошо. Ваше я существует. Вы можете себе доказать. А другое я как существует? Может, вас нету? Может, вы… Может, я сейчас сплю, и вы воображаемое нечто? Это по-разному. По-разному. Некоторые думают, что только чеченцы существуют на свете, а все остальные животные скажут. Это распространенная точка зрения достаточно. А я вот хотел как бы вернуться к тому, что Константин говорил. Вопрос, на самом деле, там, опять же, все, как бы, причем, в том числе и Константин, указывают на то, что в предстоятельстве есть эссенциализм, да? А именно просто в интерпретации Константина речь идет, как бы, о Яспросе. Да, Яспросе говорил о том, что бытие мы чувствуем в предельном состоянии. Есть некие предельные состояния, страдания там, переживания… Мы в этот момент чувствуем нашу эссенциализм. Но, опять же, это одна из возможностей эссенциализма, но только в лице Яспроса. И получается, что Достоевский просто… Я-то думаю, что нет, что как раз Анастасия Клиповна страты переживания не так хватало. Дело в том, как мы чувствуем бытие. Нас, как бы, нет, а мы чувствуем, что мы есть, когда мы что-то бурно очень переживаем. Когда вот происходит некое существенное страдание, наслаждение, что-нибудь… Когда мы как бы есть. А когда в обычности вот есть некая обыденность, да, повседневность… Нас как бы нет, мы как бы растворены в мире, и все. И как бы у нас нет. А у нас как-то ощущения. Ну… Это… Такой салексизм. Ну это… Да нет, нет. Не, ну а как? Крайний степень идеализма. Вы говорите немного правильного, на самом деле. Стоит подумать. В этом дело разбираться. Но, действительно, была пара в том, что для классической философии проблема другого, острая. И я бы так сказал, по большому счету, это не разрешимая. Проблема разрешимая, но не так просто. Ну не в классической философии. Да. Нельзя остаться… Не в классической философии, согласен. Классической не разрешимой. Так и что? Надо остаться в одиночестве? У них так и живут. Почему надо остаться в одиночестве? Почему у вас… Ну, если… Вот так… Есть философия, а есть жизнь. Мы в жизни живем, как бы не думая о том, обоснованно это, там, наш способ жизнеления. Вы смотрите на другое тело и думаете, что это человек. Обоснованно или необоснованно это уже не важно. А философия пытается все обосновать и поднять как бы от… Взять какую-то очевидность и все здание как бы жизни обосновать и построить. Но это не всегда удается просто. Она доходит до какого-то предела, а дальше ничего обосновывать. Просто не удается, дальше есть какой-то предел. Но, в частности, есть субъективный предел, который мы не можем преодолеть. А, значит, вы считаете, что философия постоянно обосновывает все? Ну, и система, да. Система обоснования. Так мы… Нет, это не я считаю, так это… Это вы так считаете? Нет, это так классическая философия от Декарта до Гегеля так считает. Она считает, что философия должна обосновать все другие науки. И вообще все. Не только науки она должна обосновать. А что значит обоснование? Это значит положить начало. Начало? Как у Декарта, когда Декарта в качестве основания кладет методическое сомнение, и на основе этого сомнения находит некую очевидность, в которой уже нельзя сомневаться. Но это опять-таки восходит все к тому, что, например, как электромагнитная теорика полей. Тоже обоснование, да? Вот эту формулу там написать можно там. Но что такое магнитно-электрическое поле неизвестно. Ну что, мы вышли уже за пределы? Да. Малыш да. У меня нет. У меня нет. Мы сомневаемся с каки. Нормально. Я вот, я не могу. Это у вас помочь. Вы, я не знаю.